Я сегодня наткнулась на новую китайскую разработку. Это называется IF Action. Непонятно что. Ну, китайским я не владею, но будем разбираться, потому что... Ну, а что делать? Техническая документация этой программы на китайском языке. Это игровой движок. Насколько я поняла, он является аналогом Game Maker уже серии МЗ или МВ. То есть не старых вариаций. Хотя он не сильно изменялся со временем. И Visual Novel Maker или Tirana Builder. Но эта программа несомненно лучше. Она выбрала в себя опыт предшественников и китайской копипасты кучи игр. Как вы видите, вышла она 15 января 2020 года. Что такое 15 января 2020 года? Это на 3 года позже, чем, соответственно, вышел Visual Novel Maker от этой студии. Хотя нет, это от студии Sakura, по-моему, он выходил. 2020 год. Это самое новое, что сейчас есть. Он позволяет нам создавать примерно на том уровне, на котором позволял 001 Game Maker. Если помните такой. Русские игроделы, мы, люди, которые не умеем программировать нормально, анимешники, не взлюбили его из-за того, что на нем совершенно нельзя написать игру на русском языке. Вообще никак. Вообще ничем. Разве что транслитом. Игра, ну, это больше игра для детей, как бы, чем движок, была написана с учетом того, что в нем не сможет применяться никакой другой язык, кроме представленных в Steam Store. Вы должны это понимать. Итак, я абсолютно ничего не знаю об этом приложении, кроме рекламы. Но реклама уже показывает, что оно должно, оно должно, я повторюсь, должно, обставлять такие приложения, как, получается, Game Maker MZ и Visual Novel Maker. Чтобы не забыть, что я там ищу. Я сейчас еще раз посмотрю трейлер, я его только что купила. А потом мы будем читать сначала документацию на китайском. Потом мы ничего не поймем перед тестированием. Ну, и уже тестировать. Что-нибудь попробуем сделать сегодня. Ох, это будет долго. Часов восемь. Я вообще записываю этот стрим. Только чтобы запомнить, что я вообще делала. Потому что читать документацию, которая, скорее всего, будет на китайском языке, второй раз я очень не хочу. Здесь я вижу, что в самой программе можно будет добавлять моды. Что хорошо, так это то, что в самом движке есть игровой магазин, где можно покупать пользовательские моды. Соответственно, если кто-то будет добавлять интересные интерактивные меню, карточные игры, дайсы и всякое такое, мы можем это просто перекупить. Что полезно. Или продать. Ресурс паки. Ресурс паки у нас абсолютно аналогичные, грубо говоря, гейммейкеру. Кроме одного но. Секвенции здесь имеют логику, как не во всех его версиях, насколько я поняла. Относительно чего будет проигрываться анимация. В каком положении должен быть персонаж для этой анимации. То есть можно настроить углы обзора и так далее. Ну, кто знаком с логикой в последних вариациях гейммейкера, понимает, о чем я говорю. Ну, по моделькам здесь, конечно, бедненько, но здесь нету ограничения по размеру нашей модельки пиксельной. Это очень хорошо. Как мы помним, в RPG-мейкере, RPG-мейкер работает некорректно, если мы превышаем рост персонажа. Например, я видела ребят, которые используют гейммейкер, чтобы сделать фанфики по Марвел. И вот, у них есть такой персонаж, как Халк, который должен быть, ну, грубо говоря, в два раза больше размером. Или мы хотим сделать орка, который будет нападать на маленьких лолей. А мы его убивать. Ну, вот у нас есть орг, и он должен быть больше человека. Без плагинов, которые, естественно, есть в комьюнити англоязычном, может быть, уже в русскоязычном. Мы этого сделать внутри программы не можем. Здесь мы можем сделать все, что угодно. Конечно, если вы счастливый владелец пиксель гейммейкера, от гейммейкера, сколько уже вышло гейммейкеров, то вы тоже можете это сделать. Но относительно обычного гейммейкера, по которому существует наибольшее количество модов на данный момент, это плюс. Дальше. Кстати, на пиксель гейммейкер сейчас акция. Если вы задумываетесь сделать именно пиксельный платформер, берите его, он свежий и он лучше. Но если вам нужна туда визуальная новелла, или вы действительно хотите сделать файтинг, как победил у них в годовой награде трудов сообщества, в годовом кубке, я не знаю. Ну, в общем, то, что стоит у них в рекламе сейчас. Интересный такой 2D-файтинг с персонажами, которые как бы играют в какую-то игру на аркадном автомате. Вот. Автор этого творения использовал моды. Свои. Вроде он оставлял какие-то инструкции, как это сделать на движке, но там они есть. Крепитесь, надо писать. Если я что-то знаю о Сакуре, то это то, что учите JavaScript. Ой. Учите Яо. Так. А мы же не хотим учить Яо, иначе зачем нам такая программа? Мы можем просто выучить C-Sharp и использовать Unreal Engine. Да? Я вот не могу просто так его выучить. Грусть. Итак, почему именно это? Почему не что-то другое? Во-первых, здесь лучше реализована интерактивная карта для того, чтобы сделать что-то среднее между визуальной новеллой и JRPG. А еще здесь говорится, что мы можем использовать телефон. Мы можем использовать телефон во время того, как компилируем нашу игру, нашу поделочку, чтобы, грубо говоря, посмотреть игру в этот момент на телефоне для Android. Думаю, все мы хотим так или иначе попасть в App Store. Ну, если вы хотите, чтобы о вашем творении узнало больше людей. И тут мы можем ее открывать на телефоне сразу, сосканировав QR-ку и используя это приложение через телефон. Движок позволяет нам тестировать любой момент игры на телефоне, что позволяет уменьшить экран игры, наверное, для того, чтобы ее прирендерить. Ну, и вообще смотреть, как она себя показывает на вашем устройстве. Хоть, чтобы вы могли поиграть в это на телефоне. Никто не отменял баги и лаги на RPG-мейкере для телефона. А уж Visual Novel Maker вообще программа, которая может не собраться даже для Windows. Учтите, что когда вы будете собирать свою новеллу, она может просто не скомпилироваться. То есть, она может у вас проигрываться внутри самого движка, но не скомпилироваться в итоге. У меня было такое. Тирана Билдер в этом плане показывает себя лучше, хоть рендерит медленнее. Но что такое Тирана Билдер? Во-первых, он очень энергоемко рендерит. Во-вторых, он скидывает в себя, при рендере, сразу все те папки, которые вы использовали при сборке игры. То есть, если вы просто закинули что-то с диска C или с диска D, оно будет скидывать внутрь игры весь ваш диск C и весь ваш диск D, что ужасно, и никак по-другому вы это не скомпилируете, если вы так изначально сделали. Я вот, когда первый раз делала в нем что-то крупное, не знала этот момент. И оно рендерило двое суток мой диск D, чтобы он просто загрузился в файловую папку. А потом оттуда надо было все удалять. Двое суток, ребят. Из-за такой тупой ошибки, что я просто накидала картинки с диска D. Я даже для них отдельную папку создала. Наверное, Тирана Билдер самый неудобный в этом плане. У Visual Novel Maker существует своя файловая система, как и у гейммейкеров. Но так как это аналог чего-то среднего между Visual Novel Maker и гейммейкером с опытом 001, то мы можем сказать, что это самая удачная версия на данный момент. Помимо того, что она существует исключительно на полукитайско-английском языке. Посмотрим трейлер и включим ее. Когда не выключал колонки, бывает... Вся. Чар. Дерьма. Значит, легким визуальным программированием нас не удивишь Мы, ребята, бравые Мы уже видели разные приложения для этого Интерактивными блоками тоже Но вернемся назад, когда я пыталась выключить свои устройства воспроизведения Нас интересует вот этот момент Нас интересует, как именно выглядит вот эта часть Все мы видим, что они рисуют блоками Которые воспроизводятся не по кубикам Кто не работал в RPG Maker, меня не поймет Для сравнения я включу, как именно мы строим карту Кто никогда не открывал, не сталкивался Не должны понимать, в чем неудобство создания мэппинга в RPG Maker Так У меня он есть Получается Он не обновился, но у него есть страница в магазине Соответственно, в рекламе нам обещают, что Нам обещают, что мы так классно, со всей серьезностью Будем строить с помощью их универсальных тайлов Суперудобную карту Да-да, конечно Вы сейчас поймете, о чем я Покажите мне интерфейс Вы же его умалчиваете О чем я? Мы хотим сделать дерево Дерево у нас состоит из четырех, допустим, тайлов С полупрозрачным фоном, который мы нарисовали И что нам делать? Нам надо ставить эти гребаные четыре тайла на нашу карту Потому что дерево большое Но занимает у нас четыре кубика карты И так каждый раз Каждый раз Да вы рехнетесь Плюс эти кубики лагают друг с другом Тут же мы просто загружаем картинку Скорее всего в PNG формате И рисуем конкретно картинкой Вот мы загрузили целое облако И рисуем целым облаком Загрузили целую березку Рисуем целую березку Вот RPG Maker так не умеет А еще он не умеет просто так считать Листа ваши тайлы И организовать их в свою систему Надо загружать тайлы из самого RPG Maker Как они у них выглядят А выглядят они у них Покажите интерфейс, ребята Просто возьмите и покажите Все это конечно красиво Вот Очень красиво Вот смотрите Вот из этого мы должны конструировать наши тайлы И мы не можем просто так Просто взять И сделать такие Даже если мы в состоянии нарисовать анимированный кубик воды Нам надо Сделать секвенцию И нельзя просто загрузить В секвенцию таких кубиков Чтобы нам дали кисть Чтобы рисовать эту самую воду Нам надо Подогнать это все под размер картинки Как здесь Как здесь исходник Какая у нас будет земля К этой войде Какие гемы То есть если нам нужно Тупо сиреневая вода Мы вот хотим ее сиреневую Мы должны Делать Все это Или плодить Ненужные тайлсеты Тут мы можем просто Взять и загрузить Пиксельную картинку Почему нельзя было так сделать Спасибо китайцы Можно выдохнуть Вернемся к нашим китайским братьям Тут Для тех кто когда-либо Сталкивался с языками Есть еще такая вещь Что мы прописываем функции Не непонятным японским образом А через Через Ив Ну что говорит сама программа Через возможности Ну Мне это для восприятия проще Кому-то не проще Я не знаю Еще как вы видите Здесь можно загружать Приятную растровую графику Растровая графика Это важно Я не хочу делать полностью Пиксельную игру Почему я должна делать Пиксельную игру Если я могу нарисовать Все в фотошопе Я могу нарисовать все в фотошопе Спасибо Вот Китайские ребята Показывают Магазин Где мы можем Также продать То что мы сделали Для своей игры Возможно Возможно даже Купиться до того Как мы закончим Ее создание Кому-то хватит На доширак Это очень неплохо Но На данном этапе Уже видно Ее недостатки Все На гребаном Китайском Нельзя материться На китайский язык Но Вот скажите Сколько процентов Русских людей Знает китайский Тут никого нету Я это записываю Для себя Чтобы не забыть Что я вообще читала Потому что Скорее всего Я все забуду Я глупая Ну Что ж Откроем Сколько времени Мне понадобилось Чтобы ее открыть Дофига 20 минут Трансляция подвисла Так Мы предпочитаем Английский язык И переносим На Наш экран Она у нас пока Не переносится Так Так Ребята Эта штука Не хочет Утаскиваться С главного Экрана Подождите Я введу Туда Свою Экрана Мне это немножко неудобно делать Потому что у меня второй монитор лежит Грубо говоря на столе На котором запущено ОВС Который сделан основным Она не включается По моему email адресу Говорит что email адрес некорректный Несмотря на то что программа в стиме у меня куплена Как вы видите Сейчас Разберусь С этой проблемой И вернусь Надо будет переименовать эту часть В то почему я купила Эффекшн